На сцене концертного зала общественно-культурного центра состоялся областной этап конкурса «Грация и таланта Королева студенчества-2022». Чтобы попасть в число финалисток, студенткам пришлось приложить немало усилий, обойти конкуренток в университетском туре, запомниться на областном. Позади длительная подготовка, включающая дефиле и фотосъемки, репетиции творческих номеров и примерки костюмов, тренинги и мастер-классы. Это был длинный тернистый путь. Сначала мне надо было победить на университетском этапе. Это и творческий конкурс, и ораторское мастерство, и блиц-опрос, и это и дефиле. На самом деле это очень интересно, это подталкивает тебя к победе. Доля волнения есть, конкуренция очень хорошая, все девчонки сильные, поэтому сегодня будем бороться. Подготовка шла быстро, уверенно. Все, опять же, хорошо, друг другу помогали, было все прекрасно. Ну, а волнения, конечно, присутствуют, но мы стараемся с ним справляться и на позитиве идти только к победе. За два часа яркого и красочного шоу девушки продемонстрировали артистическое мастерство, коммуникабельность, уверенность в себе и умение общаться с аудиторией. В не менее эффектных образах предстали перед зрителями и жюри в дефиле, но самым зрелищным этапом по традиции стал творческий. Участницы исполнили трогательные песни, показали яркие, запоминающие танцевальные номера и театральные зарисовки. Этот конкурс настолько долгоиграющий, потому что даже победа на республике дает право участвовать в международном этапе королевого студенчества, поэтому и представлять нас на уровне Российской Федерации и так далее. Поэтому я уверен, что этот конкурс пользуется популярностью. Девчонки идут сюда с охотой, конечно, они получают бесценный опыт, и многие тренинги с ними проводились в плане того, как правильно накладывать макияж, как правильно себя вести на сцене, как правильно отвечать на вопросы. И знаете, есть стереотип, что красивые девчонки только красивые, но пообщавшись с нашими участницами, я понимаю, что они сильны духом и внутренне, и внешне. У них, с ними есть о чем поговорить, они имеют четкие свои позиции, о чем будут говорить их нетворческие конкурсы и конкурсы ораторского мастерства. Любой конкурс кресты для девушек дает навыки дефиле, навыки фотопозирования. Конечно же, это повышает уровень уверенности в себе и, безусловно, раскрывает некоторые таланты. И каждая девушка все равно в результате хочет показать, на что она способна, и где, как ни на конкурсе кресты, можно это продемонстрировать. По мнению жюри конкурса, все участницы показали себя ярко. Свои знания и умения они раскрывали через творчество, рассказывая себе малой родине. Конкурс на этот раз был посвящен Году исторической памяти. Голосы над Экемией и Геброй раскрывают свои таланты. Украине моей сиялокой, сярут в души, живем у людей. У души белорусов глубокой, лезь история простых людей. Обладательница почетного титула королева студенчества 2022 в Брестской области стала студенткой лингвистического факультета Барановического госуниверситета Анастасия Антоникова. Именно она представит Брещину на республиканском этапе конкурса.